Поступило более тысячи сообщений за день голосования, и это вот та часть, которая так или иначе опубличена. Есть еще в листе ожидания определенное количество сообщений, которые к нам поступают, но сейчас их обрабатывают. И где-то задержка, она составляет, может быть, даже час, потому что очень много всяких разных сигналов, которые поступают и через карту нарушения, и по горячей линии, и, соответственно, дальше там происходит такая обработка. И, в принципе, можно говорить, что сообщений по количеству к нам поступило чуть меньше, чем это было в 2011 году. Но что касается качества этих сообщений, имеется в виду то, что демонстрируют системы. Ну, например, к нам приходит сигнал о том, что на ряде участков происходят вбросы. В принципе, мы смотрим по видео, которое есть, это там порядка 20, может быть, там, велитейник, где-то вот так. Есть несколько вбросов, ну, может быть, там порядка 40. Ну, очевидно, что этого количества недостаточно для того, чтобы там реально на что-то повлиять. Соответственно, на других участках, соседних, возможно, тоже технологии есть, просто их не застали. И, что интересно, есть информация, которая приходит и от наблюдателей на участках, когда просто ловим, но есть информация, которая приходит от видеонаблюдателей, которые через интернет, через веб-камеры смотрят за тем, что происходит. И странная вещь, что наблюдатели на участках не видят того, что происходит, то ли их там нет, то ли они пассивны, а видеонаблюдатели это фиксируют. И такие факты достаточно, мне кажется, красноречиво показывают, что, ну, на участках нужен контроль и нужны наблюдатели, которые там действительно будут противодействовать этим пассивателям. Там, где есть контроль, там действительно есть возможность, ну, добиться того, чтобы все было по-честному, не было никаких фейковых избирателей, мертвых душ. Вот, и поэтому мы можем отмечать, например, в Москве, Московской области, в Питере, там, где серьезный контроль, явка будет выглядеть ниже, чем в других регионах, где контроль и малыш. Какие регионы, в основном, отличились такими прям вопиющими нарушениями? Ну, у нас есть большие претензии к Москве, не столько к одному голосованию, сколько к предварительному этапу, когда люди заставляли работодатели получать укрепительные удостоверения. Сейчас мы видели просто последний этап, когда эти люди с укрепительными, которые, на самом деле, живут в разных других регионах страны, на автобусах, организованно, приходили на участки и голосовали дружно. То есть очевидно, что, ну, кем-то они были организованы, это неестественное, как бы, поведение избирателей. То есть это вот проблема, несвободное голосование людей в Москве, в частности, и что это отражается там, ну, в соседних регионах, потому что от них забираются избиратели. То есть вторая, как бы, проблема – это карусели. В ряде регионов тоже такие ситуации были сфиксированы, но особенно там самые крупные, это, сколько, в Талтай, в Барнауле, вот эти группы карусельщиков, надо это тоже расследовать, надо понять, есть документы, есть всякие разные записи, фотографии, насколько это действительно повлияло, не повлияло. Тут нужно просто поднимать списки избирателей, просто по тем участкам, по которым есть подозрения, сравнивать паспортные данные людей, и потому что у карусельщиков понятно, что они не могут вписать паспортные данные за другого избирателя, там, достоверно. Значит, это что-то такое вот неправильное. Ну, очень много процедурных таких нарушений, которые являются тоже такими признаками, что что-то нездоровое происходит в избирательной комиссии. И масштаб, как бы, этих всех фактов, если их посмотреть, что это не единичный случай, а, скорее всего, на соседних участках примерно такая же картина, он может быть большой. Он может быть большой, но доказать его сложно, потому что, увы, нет такого количества наблюдателей независимых, которые могли бы об этом сообщить.